Аминь Сегодняшняя проповедь, я постарался туда вложиться, насколько я могу. Я прошу, чтобы вы внимательно слушали и взяли Библии, потому что иногда нам придется их открывать. Мы прочитали уже частично, и я не буду расширять. И я только хочу сказать, что обычно мы про обеты говорим, когда мы толкуем недельную главу Матот. И многие понимают это так, что нельзя никакие обеты давать перед Богом. Потому что есть место в Новом Завете, когда Иешуа говорит, не клянитесь ни Иерусалимом, ни небесами, ничем остальным. Почему не давать обеты, ни кляссы, и не упоминать Иерусалим и все остальное? Потому что это находится только в Божьей власти. И когда мы слышим здесь, говорят, я тебе Иерусалимом, святым городом, клянусь, это ерунда. Но священные писания не против обетов. Только они говорят, что если ты дал обет, исполни его. Теперь у меня вопрос к вам. Для кого хорошо давать обеты? Кто-то может подумать. Муж, жене, или жена мужу. То есть я сейчас сказала Валя, что под хупой, когда муж и жена дают друг другу обеду, это правильно? Это хорошо? Я помогу вам. Когда есть молодой верующий. Или человек, проходящий сложные испытания в своей жизни. То он говорит, тогда человек Богу дает такой обет, что Господь, каждые три месяца, каждые полгода я буду делать так или так или так. Это такой временный обет, не на всю жизнь. Как диета? Как диета? Но ты прорываешься, ты пытаешься прорваться, и ты, да, прорываешься. Иногда положение сложное. И человек мог помолиться Богу и сказать, Отец, я даю тебе обещание на три месяца. Например, я хочу пожертвовать больше, или дать кому-то, или сделать что-то. И я делаю это перед тобой. Дай мне, пожалуйста, твое водительство после. Это очень важно. Но иногда мы не стоим в своих обещаниях. И здесь нужно поступать умным. Во-первых, покаяться. И на Йом Кипур есть такая молитва, которая называется «Коль Недрей, все обеты». Когда ты Богу говоришь, Господь, я не исполнил все мои обеты, прости меня. И не говори, в этот момент, я принесу жертву козла или корову. Потому что у нас есть совершенная жертва. Но отнесись серьезно к этому. Больше не хочу говорить сегодня. Про обеты у меня другая цель. Когда мы продолжаем читать недельную главу Матот. Там очень интересный рассказ есть. И я хочу не просто толковать этот рассказ. В контексте. Но я хочу толковать на другом уровне. И в иудаизме это называется намек. И для нас, для мессианских евреев, очень важно понять, насколько более глубокие мысли скрываются там. Но я хочу открыть, во-первых, откройте вместе со мной числа, 31 глава. И я прочитаю 19 стихов на русском языке. Число 31, с 1 по 19. Я не всю главу читаю, но поймите, о чем я говорю. И сказал Господь, Моше говоря, «Отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». Он говорит, как будто Моисею, «Ты хочешь присоединиться, отойти к своему народу, ко всем святым». «Сначала отомсти мадианитянам». «Если ты не отомстишь мадианитянам, ты да, умрешь». «Но возможно не соединишься со всеми святыми». Мы так это читаем. «И сказал Моше народу, говоря, «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над Моядитянами. По тысяче из колен, от всех колен пошлите на войну». «Кама забияха, чтем Израилев иш». Вместе по тысяче от колена, это 12 тысяч. И монахну, мамшихим ли кроет кола сипур, ле ая ищен и рак ба Милхамазу. Если мы читаем весь этот рассказ до конца, в этой войне не погиб ни один израильтянин. Это было великое чудо. Мы сегодня смотрим по телевизору новости про войну Украины с Россией. И когда есть война, я даже не говорю сейчас про гражданских, они говорят о том, что есть где-то от 100 до 200 погибших военных каждый день с каждой стороны. И здесь 12 тысяч пошли на войну, и ни один не погиб. Я продолжаю читать. «И пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Мушей, убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, Евея, Реке, Мацура, Хура и Реву. Пять царей Мадиамских. И Беляама». Вы помните, кто такой был Беляам? «Который приходил по просьбе Валаама, Бабалака, проклясть сынов Израилевых. Сына Виорова убили мечом. А жен Мадиамских и детей их, сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу, и все города их во владение, и все селения их сожгли огнем, и все захваченное, и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Муше и Элиэй Зеру. И к обществу сынов Израилевых стану на равнины Муава, что у Иордана против Иерихона. За это ткуфа хруна шалам Исраэль бамидвар, эм квар рау, мецад ха шинишел Иорданет Ир Иерихон. А это была последняя остановка израильтян, они уже видели и город Иерихон за Иорданом. Уже прошли эти 40 лет в пустыне, и вот победа. Но прогневался Муше на военачальников, тысячи начальников, сто начальников, пришедших с войны и сказал, для чего вы оставили в живых всех женщин? Ведь они по совету Беляма были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа. Привлекли к служению Баальфи гору, идолу, и там начался блуд страшный, и что поражение было в обществе Господнем. Там погиб от эпидемии, умерло несколько десятков тысяч израильтян, как наказание от Господа. И так Муше говорит, «Итак убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа, то есть бывших замужем, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, то есть те, которые никогда не были замужем, оставьте в живых для себя и пробудьте вне станосебней всяких убивших человека и очиститесь». Сипур Ахзары. Ужасный жестокий рассказ. Могу сказать, что это были стигмы и стандарты в войнах прошлых веков. И так делали. Если вы думаете, что сейчас что-то по-другому, посмотрите на войну в Сирии, в Украине, и поймете, что все то же самое. Мы прочитали этот рассказ. Я хочу объяснить, что там происходит. И что мы должны научиться, из всего здесь написано. Сейчас хочу дать небольшую предысторию. Между Мошей и Модианским народом была большая история у них. Кто помнит почему? Мошей был 40 лет, когда вдруг ему захотелось сделать революцию в Египте. Он убил там египтянина. Его не поддержали, и он убежал. И он убежал в Модиан. Сколько лет он там прожил? Еще 40 лет. В то время он там женился. И он учился у своего тестя, Итро, который был священник Модианский, очень умный человек. А если ты в какой-то стране живешь 40 лет, то невозможно, чтобы в этой стране у тебя не было связей, друзей, знакомых, и всего остального. И мы здесь учим, что Мошей вырос в Египте, но потом пошел в землю Модианскую, еще 40 лет там жить. 40 лет. Ему потребовалось 40 лет для того, чтобы отделиться от Египта. То есть, порвать все связи предыдущие, которые были у него на протяжении 40 лет, что он жил там. Потом обратно вернуться в Египет, запрать оттуда народ израильский. И совершить суд над всем Египтом, над всеми первородными, над всеми идолами египетскими, и над армией египетской. Вы видели 40 лет? Все эти периоды жизни, это было по 40 лет, чтобы прекратить все связи с Египтом. И что, кем был Египет в Древнем мире? Мы знаем такая ассоциация, что Египет символизируется с мирским миром. А Египет был полон мистики. Это не была простая мистика. Это не эти игры, гадания на Тару, когда вы в Гранд Каньон или вдруг в Кирион заходите, там сидят и... Это не ерунда такая. Мистика Египта, это были сильные, могущественные силы. И мы помним весь этот рассказ со ста язвами. Во-первых, я могу сказать, что Бог не против мистики. Но Он за кошерные правильные тайны. И есть этому место. Этому есть место. Послание к евреям даже нам намекает, что когда мы связываемся с Ешуа, мы прикасаемся к более могущественным силам, чем те, которые были при выходе из Египта. Но мы, в основном, как мессианские верующие, не используем эти возможности. И Бог дал нам субботы и праздники для того, чтобы не просто верить в Божью силу, а также использовать ее. Пусть Господь откроет нам, как это правильно делать. Потому что мы немножко потеряли... Возможно, из-за этого у нас недостаточно чудес знамений исцеления. Но вот 40 лет Моисей провел в Мадьями. потом Бог сказал ему вернись и уничтожь Египет. И вот мы в недельной главе Матот. Сколько лет он был в пустыне? Еще 40 лет был в пустыне. И после 40 лет Бог говорит ему вернись в Мадьями и уничтожь его. Почему Мадьями? Потому что они послали женщин. Там были проблемы с идолопоклонством, но намного меньше, чем в Египте. Но в Мадьями были женщины, которые были проститутками, посвященными Баалфигору. И они внесли очень много беспорядка в Израиль. И как Египет является символом этого мира, так и Мадьям был символом этого мира. Но не мистическим образом, а физическим. И если мы знаем Новый Завет, очень часто в Новом Завете Бог говорит нам сохраните себя в святости. не поддавайтесь похотям плоти, как идолопоклонники, которые вокруг вас. Здесь написано в Первом Фессалонике, в Четвертой главе. Или в Первом Петра 2.11 написано «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, отдаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу». То есть эти похоти плоти или любовь к этому миру, сила и гордость очень популярны в этом мире. И Священные Писания говорят нам языком недельной главы Матот они говорят «Это есть грех Мадьяма». Отделяйтесь от него, потому что вы можете ранить свою душу. И вот две вещи и весь рассказ нам указывает на них. Не только идолопоклонство опасно, но также эпоха теплоти опасны. Десятки раз в Священных Писаниях написано, что соединяющаяся с блудницей становится одним телом с ней, поэтому все, что касается эпоха теплоти, это очень опасно для нас. И как Бог не против тайн и мистики кошерной, но он также не против плотских желаний в рамках кошерности, то есть то, что Священные Писания говорят муж, жена, семья, это что-то, что очень важно понять. И я надеюсь для нас, что все хорошо, но я чувствую, что для нас это слово, и вот Бог говорит муше, иди и просто уничтожь весь Мадьян, и тогда сможешь соединиться со своими отцами. И то же самое Бог говорит нам, если вы хотите соединиться с обществом святых, вам нужно отвергнуть всякую похоть плоти, или ветхого человека. Иногда нам нужно смотреть на себя в зеркало Мессии. И он говорит нам, здесь ты пошел на компромисс с миром, очистись. И это также намекает нам на что-то грядущее. Я хочу прочитать на что нам это намекает. Давайте мы вместе откроем римлянам шестую главу. Бог говорит Моисею, убей и египетян и мадья нитян. То есть убей в себе этого старого грешного человека. Потому что он каждый раз хочет подняться и дать тебе старые вещи. Я читаю со второго стиха. Неужели вы не знаете, что все мы крестившиеся в Мессию Иешуа в смерть его крестились. Я говорил, что сипор Матот от Минабе о лимуте Шаул о твиле маиме. Рассказ Матот он пророчествует на то, что нам писал Шаул про водное погружение. Мы знаем что мы мы крестившиеся в Мессии Иешуа в смерть его крестились. Мы крестившиеся в Твиле и Мавет киде шенит халех гам анахну бехаим хадашим кешем Машиах хукам мина митим ал ядей квудо шел хаав. Шекен им итахадну итто бамото доме ламото гам на нитахед итто бетхиято. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его то должны быть соединены и подобием воскресенья. Те которые недавно прошли водное погружение вы помните говорили мы об этом ты опускаешься в воду как будто в могилу и Ты получаешь силу от Иешуа, и возможно это звучит немного странно, Но в то время, когда этот маодианитянин или египтянин захочет в тебе воскреснуть заново, ты можешь попросить силу Господа Иешуа и помощи его, чтобы очиститься от этого. Есть очень много людей, которые пропускают этот момент. И они говорят, все будет хорошо, Бог меня уже простил. И вдруг старые вещи возвращаются в их жизнь. Вдруг вся глупость характера возвращается к ним. Или эпоха теплоти. Или разные глупости. И как бы это ни было странно, нам нужно идти своим путем. И когда мы обычно соединяемся с Богом, Он показывает нам, где нам нужно исправиться. И вопрос для вас. Когда последний раз вы стояли перед зеркалом Мессии? Когда последний раз вы видели там что-то испорченное? Моисею потребовалось 40 лет, чтобы уничтожить в себе Египет, а потом 40 лет, чтобы уничтожить в себе Мадьям. И большинство из нас, после некоторого пребывания в жизни верующей, успокаиваемся. Я продолжаю читать Римлянам 6, глава 6 стих. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Но если мы умерли с Мессией, то веруем, что и жить будем с ним. Мы знаем, что Мессия, после того, что кто-то из них нет, не будет от, но не будет Иосиф, не будет от него. Зная, что Мессия, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо он умер, ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. В Израиле есть промывка мозгов. По поводу водного погружения. И есть верующие, которые верят в Бога. Но говорят, до водного погружения, я не собираюсь. Потому что это прям очень христианская практика. Во-первых, могу сказать, что водное погружение, это полностью еврейская практика. Вы слышали про Миквы? И если вы читали Евангелие, написано, тот, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Имеется в виду водное погружение, водное крещение. Мне сложно говорить про всю физику, метафизику водного погружения. Но когда мы во имя Мессии погружаемся в воду, мы открываем себя для полного очищения изнутри. И когда мы выходим в вере из воды, мы связываемся с Иешуа невероятным образом, и Дух Святой действует в нас с силою. Это то, о чем Шауль говорит здесь. Поэтому я хочу напомнить тем, которые прошли водное погружение. Помните, что вы оставили там египтянина и маодианитянина. А те, которые еще не прошли водное погружение. Возможно, вам стоит поговорить со мной, и мы организуем для вас такую поездку, на Кенерет или еще куда-то. Я хотел сказать, что недельная глава Матот говорит о древних вещах, об истории. Но она пророчествует, указывая на новую жизнь для нас. Чтобы мы были освобождены от греха. Чтобы мы были связаны с Богом. И чтобы мы делали то, что Тора и Новый Завет говорят нам, предлагают нам делать. Давайте мы встанем и помолимся. Отец Наш Небесный. Я молюсь, чтобы ты через мои слова смог донести до твоего народа эту нужду жить в святости. И даже больше, чем я говорю. Я молюсь, Господь, чтобы ты дал нам ходить в страхе Господне. Чтобы мы сохранили всю эту славу, которую мы получили с воскресенья Мессии. И помоги нам узнать тебя больше на личном уровне. Я молюсь об этом во имя Господа Ишуа Мессии. За нас и за наших детей. За наших внуков. Во имя Ишуа. Аминь.